Все отлично. Итак, еще раз, пользуясь случаем, сегодня 9 марта у нас, да, представлюсь, меня зовут Денис Деркач. Сегодня 9 марта, еще раз, пользуясь случаем, хочу поздравить наших женщин с праздником 8 марта. Это первый день такой весны, когда все расцветает, когда начинают петь птицы, когда все в душе начинает петь. И так же, как и время года все расцветает, так же и в бизнесе. Весной по тенденциям, по статистикам все идет, конечно, на большой подъем. Сразу сегодня расскажу, как у нас пойдет регламент сегодняшнего вебинара. В общем, сейчас я расскажу последние новости от компании, от руководства компании. Далее мы поговорим вообще о рангах компании, о статусах компании, о деньгах, о возможностях. И после того, то есть о инструментах, как их достичь. И после этого мы проведем такую, знаете, как бы брифинг, да, чтобы вы смогли задать свои вопросы. Потому что я знаю, у людей очень много вопросов. И так как последние недели только этим и занимаюсь, что отвечаю на эти вопросы. Возможно, кто-то в чате хочет задать вопрос, такая возможность будет. И будет возможность получить на них ответы, да. Итак, поехали. Компания. Несколько дней, вот, несколько последних дней, то есть начиная там с первого числа. Как вы знаете, были сделаны автошипы. Вот, посыпалось много в компанию и претензий были и так далее. То есть то, что было там, ну, много людей были не предупреждены. То есть компания, с компанией мы вели диалог, то есть, ну, совет, лидерский совет проводили диалог. Вот, и буквально недавно, там, два дня назад, Хитэш нам дал просто пояснение, просто всей этой ситуации, да. В общем, получилось, каким образом. Ну, все знают, да, те люди, которые давно уже работают в иностранных компаниях, что есть такое понятие, как автошиппинг, это снятие денег, ну, на автомате. И, например, в Европе, в Америке очень многие люди пользуются этим, этой услугой и очень довольны. То есть это как сервис идет, да. Но единственное, что нас не совсем предупредили здесь, вот, из-за этого пошли такие, скажем так, негативные, негативная реакция пошла. Вот, компания пересмотрела все, у компании было собственное совещание, вот, провели они совещание, и было принято решение, что для партнеров России, то есть для партнеров СНГ больше-больше автошипа не будет, то есть его уберут. Почему? Потому что, ну, полностью компания перейдет на одноразовую оплату для РФ. Также будут введены другие варианты оплаты, то есть будут оплаты без кредитных карт. Чтобы не было, также это сделано для того, чтобы не было определенных осложнений с регистрацией, потому что я знаю, что в Казахстане, ну, в основном в Украине, есть такая проблема, причем большая проблема, да, то, что люди не могут в том или ином регионе, с той или иной карточки сделать оплату в компанию, то есть, да, проплатить себе пакет, начать работу. И неизвестны случаи, когда по 10, по 15, даже по 20 партнеров вот стоит по несколько дней и не могут это сделать. Компания знает о всех этих случаях, которые происходят, вот, и принялись определенные меры, и сейчас, сейчас компания сделала все возможное, чтобы это все исправить. И буквально день-два нам это все предоставит. Более того, уже сегодня, сегодня лидерскому совету будет представлен новая, будет представлен новый бэк-офис, то есть будут, в бэк-офисе поменяют очень, ну, не очень многие вещи, но многие вещи в бэк-офисе сейчас будут, ну, поменяют. И лидерскому совету дадут это на тестирование, потому что, ну, как с позиции вот нашего менталитета, как это все будет, да, с позиции переводов и так далее, и так далее. Потому что сейчас, сейчас, то есть пройдет такое тестирование, и компания будет делать все, все делать для того, чтобы мы не просто работали в этой компании, да, а гордились то, что мы здесь работаем, гордились инструментами, гордились обучением, которое дает компания. Вот. Итак, это то, что были, которые новости о компании, буквально, да, и сейчас, сейчас я бы хотел поговорить о том, то есть это вот самые-самые-таки последние новости, а, и в конце я расскажу, что будет у нас по спринтборду. Ну, давайте перейдем к самой цели вебинара, да, цель у нас следующая, то есть понять вообще, что такое статус директор, да, и как вообще прийти к этому статусу. Потому что я, например, задал такой вопрос, друзья, сказал, кто хотел бы стать директором, напишите мне лично, да, и довольно-таки большое количество людей изъявило желанием, то есть выйти на этот статус, на этот уровень, то есть, ну, начать бизнес с этого уровня, да. Но надо понимать, когда мы становимся, когда у нас появляется этот статус, то есть просто так на ровном месте он не появится. То есть если мы начинаем просто торговать на спринтборде, мы просто учимся это делать, да, если мы начинаем заниматься торговлей на Амазоне, на eBay, то здесь мы профессионально делаем, ну, профессионально становимся продавцами профессиональными, да, а чтобы достичь статуса директора, здесь включается другая составляющая, здесь включается сетевая составляющая. То есть мы здесь строим не один магазин, да, а строим сеть магазинов по всему миру. Я так говорю, потому что уверен, что на вебинаре присутствуют и новички, поэтому некоторым людям, может быть, это я уже не раз говорил, но тем не менее, да. И чтобы построить большую, большую структуру, ну, большую сеть магазинов по всему миру, просто так это не бывает. То есть, ну, сначала это должно, ну, как-то мы должны об этом, я не знаю, это как какая-то мечта должна, что ли, к нам прийти. То есть, просто так вот, лежа на диване, там, вот, ну, да, я построю, так не бывает. То есть, в первую очередь, да, у нас должна быть такая цель. Вот. Цель, она, когда, цель, она должна быть правильно сформирована. То есть, просто так. Вот поставьте, пожалуйста, плюсики, у кого есть... Так, сейчас чат Алексея попросим включить. Поставьте, пожалуйста, плюсики, друзья, у кого есть цели, вот, четко сформированные цели. Есть ли у нас такие вообще люди в чате, которые есть четко сформированные цели и записанные на бумаге. Пять человек у нас сформировала цель и записали эту цель на бумаге. Потому что, смотрите, если у нас многие люди, когда я спрашиваю, вот, есть ли у тебя какая-то цель, потому что, ну, вот, прежде чем вообще начать с кем-то работать, я, первое, что я спрашиваю у человека, есть ли у тебя цель. Человек говорит, в основном, да, у меня есть цель. И после этого я у него спрашиваю, а она записана у тебя на бумаге? Он говорит, нет, она мне не записана на бумаге, она у меня в голове. Ну, друзья, это не цель. Это всего лишь навсего фантазия. И в нашей жизни каждый день что-то новое случается, что-то, какие-то события происходят. И вот эти вот фантазии, они у нас улетучиваются при первых же, ну, каких-то трудностях, при первых же каких-то определенных делах, да, отвлекающих нас от, именно, от того, что мы задумали сегодня. Поэтому обязательно надо то, что мы задумываем, да, то, что мы планируем, надо обязательно записывать все на бумаге. То есть это и есть уже первая стадия материализации. Дальше, дальше, то есть первое, да, что у нас должно быть, мечта, ради чего вообще эта цель делается. И есть такой секрет, для чего вообще, как правильно поставить цели. Ну, это будет следующее, я вебинар проведу, именно все будет касаться только целей. Как правильно сформировать цель, как поставить критерии цели. Вот, то есть полностью это будет такой большой пол-полуторачасовой вебинар по целям. Проведем его на следующей неделе. Вот, но смотрите, когда у вас поставлена правильно цель, когда она четко поставлена, да, дальше что? Дальше должно быть обучение. То есть мы не можем в компании, вот, мы можем приглашать сколько угодно много людей здесь, да, ну, пригласить там можно 50 человек, пригласить можно 100 человек на идею, да, но потом эти люди скажут, а ты сам что здесь делаешь? А ты сам научился торговать? А ты сам сделал, там, зарегистрировался там? А ты сам сколько продавшую уже провел? То есть бесконечно долго, если мы это не делаем, продолжаться не может. Вот, поэтому обязательно тут помимо того, что правильно поставленная цель у нас на построение команды, да, обязательно должно еще параллельно идти обучение профессии, то есть увеличение нашей компетентности. Сейчас, сейчас, опять же, я повторюсь, да, век, 21 век, это век тотального профессионализма. То есть если сейчас вы, если человек сейчас не профессионал, то люди начинают искать профессионала, потому что, ну, люди не пойдут к вам. Но если вы постоянно обучаетесь, постоянно растете в этом, то люди постепенно-постепенно будут именно к вам приходить. К сожалению, к сожалению, вот сейчас рынок такой у нас в России, в СНГ, ну, по моим изучениям, по моим, то, что я знаю, очень мало людей любят учиться, очень мало людей хотят работать, хотят там что-то, все, все вот, какое-то вот мышление у людей, знаете, там, прийти и ничего не делать, где-то срубить денег, ничего не делать, и просто вот мышление у людей направлено так, это, я не знаю, может быть, с экранов телевизоров такое пришло, откуда это пришло, ну, так, так вот, такое вот у людей мышление, никому не нужно здоровья, никому не нужно учеба, всем нужны деньги сразу и побольше, и ничего не делать. Есть такие люди вот у нас, кто так же считает вообще, что вот такая тенденция? Поставьте плюсик, кто вот именно так считает. Тенденция, да. Совершенно согласен с вами, Виталий. Вот, смотрите, когда мы, то есть без этого, да, без цели, без обучения, дальше что у нас идет? Дальше идут действия. Мы можем сколько угодно обучаться, мы можем прочитать миллион книг, мы можем ходить на огромное количество семинаров, вебинаров, и вот каждый день ждать, ну, вот-вот, вот завтра я начну, вот завтра я начну, но без того, как без действий не бывает результата. То есть только когда идут действия, тогда идет результат. Друзья, я вам хочу сказать, здесь мы пришли, мы пришли заниматься бизнесом, делать бизнес, то есть становиться бизнесменами. А в бизнесе не важно, сколько мы делали, в бизнесе важно, сколько мы сделали, это принципиально важный момент. То есть мы можем говорить там своему спонсору, мы можем говорить там всему окружению, да ты не знаешь, сколько я делал, да я три месяца работал. В бизнесе это не важно. В бизнесе важно, сколько ты сделал, результат какой. Поэтому очень важно и архиважно, вот особенно в нашем бизнесе, в нашем маркетинг-плане, это быстрый старт. И коль уж мы собрались выходить на статус директора, да, те люди. Поставьте, кстати, плюсики, кто хотел, ну, хочет за 90 дней, вот у нас сейчас осталось 70 дней, закрыть статус директора. Есть такие люди? В чате присутствуют? Это серьезно, это серьезно, друзья. Смотрите, чтобы закрыть такой статус, ориентир должен быть сразу на результат. То есть мы должны ориентироваться на результат. Но 100% я вам хочу сказать, только при одном единственном варианте это может получиться. Это 100% ежедневная работа со своим спонсором. Я не знаю ни одной компании, я не знаю, сколько я, например, где трудился, было у меня там несколько сетевых компаний за плечами, не так много, у меня стаж сетевой не такой большой. Но никогда у меня не было результата, если я вплотную не работал со своим спонсором. Почему этот результат появился и получился у меня в компании Infinei? Потому что со своим спонсором, Алексеем Фоминым, я работал круглосуточно. То есть днем я работал он, просто мне повезло, что у него вообще колоссальная работоспособность. И я знаю такую одну простую вещь, такую истину сетевиков, что спонсор достается тому, кто его достает. Вот мне многие люди, я смотрю, начинают там первая линия, писать в чат там какие-то вещи. Я говорю, а почему вы меня не спрашиваете? Ну мы думаем, ты занят. Друзья, если я собираюсь стать директором, мне не важно, насколько занят мой спонсор. Мне важно максимально, чтобы вот есть такое, понимаете, есть такое золотое правило. Золотое правило MLM. Используйте свою спонсорскую линию. У нас, к сожалению, получается так, что мы все самые умные, мы не дай бог там спонсор нам что-то не так сказал, не так что-то нам сделал, все, я сам, я сама, и пошли сами все делать. Давайте подумаем просто, если MLM это бизнес дупликации, и если вы сами решили самостоятельно действовать без спонсора, как ваши люди будут действовать? Будут ли они слушать ваши рекомендации и ваши советы? Человека, который больше всех заинтересован в их успехе. Или не будут? Скорее всего не будут, потому что здесь все абсолютно дуплицировается. И смотрите, очень важно, крайне важно, работа стопроцентная со спонсором. Если этого нету, поверьте мне, ничего не получится. Это, я не знаю, один из миллионов, это единицы людей, у которых уже колоссальный опыт есть бизнес, у которых уже настолько все по инерции идет, и которые владеют огромным количеством навыков, они могут это все делать. То есть этих людей единицы. Но здесь должна быть обязательно работа со спонсором. Далее, далее. То есть роль спонсора в достижении статуса невозможно переоценить. Дальше обязателен быстрый старт. Мы сегодня готовили слайды, немножко не успели их подготовить. В субботу я проведу презентацию именно по слайдам. То есть покажу три варианта, как выйти на директора. Это вариант light, это вариант студенческий, это вариант бизнесовый, и вариант директорский. То есть где не будет ни одного лишнего движения, именно как выходить. Эти слайды будут готовы. то есть даже покажу два варианта студенческий и бизнесовый вариант вот смотрите что происходит дальше у нас когда мы стартуем когда мы стартуем то есть мы набираем такую как ракета которая взлетает до сначала ей для старта нужно она тратит все самое самое большое ну самую большую часть своего топлива именно на старте когда она взлетает да то есть точно так же и у нас сто процентов усилий и фокуса должно быть сконцентрирован на наш результат вот если мы не сконцентрированы если мы не сфокусированы если у нас вот знаете ко мне приходят люди говорят денис я хочу стать директором я говорю отлично без проблем что ты для этого готов делать сколько времени ты готов уделять давай мы просто распишем неделю составим вот недельный план и план на месяц но выходные я семьей это святое в понедельник у меня йога а в четверг я хожу на английский язык а все остальное время я свободен там с 10 до 12 я говорю но я ничего не говорю но я просто про себя понимаю что это это нереально друзья если мы хотим добиться и выйти но мы берем сейчас статус директор да просто он на это как ну не панацея то может быть и может быть и менеджер национальный это может быть и амбассадор то есть у каждого свои амбиции до в компании вот у каждого свои амбиции в жизни вот мы берем просто статус например директорский как ориентир да и если человек и этот ориентир нам говорит о том что достигнув этого статуса за 90 дней за 90 дней мы получаем 20 тысяч долларов друзья пока же вот если напишите мне пожалуйста в чате напишите мне пожалуйста в чате у кого такая была премия в жизни 20 тысяч долларов есть вот такие у нас люди в чате вижу один человек я не знаю сколько нас сегодня присутствует на вебинаре у меня статистика сейчас это отключено но могу вам сказать следующее друзья что такую зарплату с такой зарплаты очень очень мало людей вообще существует и вообще чтобы выйти выйти на этот уровень делая то что делают все остальные люди делать те же вещи которые делают все остальные люди это невозможно то есть здесь нужно настолько настолько фокусироваться здесь нужно настолько просто настолько в это верить здесь нужно с каждого это надо с первого самого первого дня в это свято верить что это произойдет и тогда тогда просто нас на от этой всей веры да то есть это это должно искры должны лететь то есть надо договориться со всем о своим окружением прежде всего договориться с собой что да я это сделаю То есть это как марафонец, это такая дистанция, представьте марафонца, который бежит, бежит и потом он сказал, я сейчас отдохну, но он никогда не станет чемпионом. То есть здесь то же самое, то есть таких людей в компании Infinii это реально, с той идеей, на той площадке, с тем продуктом, с этой индустрией, это реально выйти на такой статус. Вообще в компании, насколько мне известно, вот если мы возьмем просто среднестатистическую сетевые компании, в компаниях примерно идет заработок, то есть об этом знают многие директора компании, но сетевики в основном, не все это знают, которые занимаются сетевым бизнесом, в основном в сеть идет около 5% на самом деле. То есть что-то идет на бонус, что-то идет куда-то, и вот эти представьте 5%, не 60, не 50, как пишут везде, 5-7%. И вот этот вот процент, он распределяется на очень малое количество людей на самом деле. Компания Infinii, она хочет в корне поменять вот эту всю статистику, то есть именно вот в этом направлении просто поменять. Потому что тот инструмент, который дает компания, он дает нам возможность, помимо того, что мы строим сеть магазинов, мы еще можем сами с этого инструмента зарабатывать. И в планах компании, чтобы каждый дистрибьютор компании, каждый партнер компании зарабатывал от 10 до 20 тысяч долларов. То есть вот такую зарплату компания хочет сделать каждому человеку, каждому партнеру компании. Естественно, этого не получится, если мы будем некомпетентны в данном вопросе. Поэтому то обучение, которое компания нам дает, ну нужно помимо того, что это все обучать, обучаться, нужно еще это и делать. Вот давайте представим, что нам сейчас дали автомобиль Ferrari. Кто-то ездил в Чатино? Скажите, пожалуйста, поставьте плюсики. Кто ездил из вас на Ferrari в своей жизни за рулем? Нет. В Чати у нас таких людей нет. Вот давайте, смотрите, я тоже за рулем не ездил и тоже не поставил плюсик. Но давайте представим ситуацию. Вот дали нам Ferrari, дали нам Ferrari, но мы посадили нас за руль. Но мы не знаем не правил дорожного движения, мы не знаем на какую педаль нажимать. Мы даже не знаем, что за такое круглое перед нами, круглое руль, что это такое и вообще зачем он нужен. Скажите, пожалуйста, просто сами себе задайте вопрос, как далеко на этой машине мы сможем уехать? Вот у нас Ferrari, вот можно сказать предел мечтаний. Но как далеко мы сможем уехать, не зная правил дорожного движения? Да, скорее всего, до первого столба или до первого полицейского. Вот, друзья, в нашем бизнесе именно так же и происходит. То есть нам компания дала мега крутые инструменты, мега крутой Ferrari, но если мы не знаем правила дорожного движения, если мы не знаем, как этим пользоваться, мы будем стоять на месте и всего лишь навсего пибикать. Вот максимум, что у нас будет получаться, это пибикать. Но удовольствие от этого мы получать не будем, потому что представьте, все проходящие люди, они будут проходить, смотреть, вы пибикаете, 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 да, что они скажут, эти люди? Да они на вас орать потом начнут, чтобы вы просто замолчали уже. Ну вот такая вот у меня аналогия откуда-то взялась сейчас, но тем не менее это так. В общем, смотрите, бизнес, да, это прежде всего, друзья, это деньги, да, а деньги это цифры. И здесь мы можем эмоционально просто подойти эмоционально к бизнесу, да, но здесь без планирования, без какого-то, без ведения статистик, без четкого нацеления на результат ничего не получится. Я говорю о статусе директора. То есть какие статистики вообще могут быть? Во-первых, каждый день надо делать 20-30 звонков. Вот поставьте плюсики, кто ежедневно на постоянной основе делает 20-30 звонков из вас на протяжении нескольких недель. Татьяна делает 20-30 звонков. Я расскажу, как я пришел в бизнес и, понимая вот эти все инструменты, я знал просто эти знания, да, что нужно быстро стартовать, что нужно работать со спонсором, да. Я делал в день минимум по 30 звонков. Вот больше я не делал, потому что, ну, чисто эмоционально можно устать, но можно в день сделать и 50 звонков, и 100, это реально. Но давайте подумаем, сможем ли мы это делать каждый день? Скорее всего, нет. И сможем ли мы обрабатывать эти звонки? Скорее всего, нет. Но если мы выписываем себе список, там, 200 человек, 300 человек, может быть, у кого-то 100 человек, то есть, да, и каждый день мы делаем определенные действия, то есть, звоним там по 15 звонков ежедневно, записываем обязательно, что мы как с человеком поговорили. Говорить с человеком, ну, не больше там, не надо рассказывать ему презентацию, то есть презентация на самом деле сейчас вообще никому не интересна. Это я проведу отдельную школу, то есть я буду давать четкие инструменты, как делать звонки, как закрывать сделки, то есть без воды, без ничего, то есть это вот буквально уже со следующей недели мы начнем делать серию таких, мы сейчас вот разрабатываем командный, да, командный амбассадор, разрабатываем именно эти все тренинги, и со следующей недели уже начнется серия таких, да, для нашей команды просто мы будем делать пошагово, последовательно, то есть с показами, как мы это делаем, что мы это делаем в прямом эфире, да. Вот, и все будем обучаться вместе. Вот, то есть обязательно, обязательно на этот статус, то есть делать нужно, чтобы идти на такой статус, нужно делать, ну, минимум 20 звонков в день. Вот готовы ли вы, вот много людей поставило, кто, вот Татьяна делает, а кто готов на протяжении одного месяца сделать по 20 звонков в день? Отлично, многие готовы, только людей нет. На самом деле, на самом деле, люди, все наше окружение, все наше окружение, это и есть люди. Вот, посмотрите вокруг, неважно в какой мы стране живем, неважно где мы на острове, мы в большом городе, там, в интернете мы, вот все люди, которые нас окружают, это и есть наши потенциальные клиенты. И, смотрите, друзья, у меня к вам такой вопрос, особенно к тем, кто в бизнесе уже не первый день. Скажите, вот, если человек не может коммуницировать, он сможет хорошо продавать? Поставьте, пожалуйста, минус, если вы считаете, что не сможет. Поставьте плюс, если сможет. Если человек, еще раз повторю вопрос, плохо коммуницирует, плохо умеет общаться, он сможет хорошо продавать? Совершенно верно, друзья. Если мы не умеем общаться, то продавать мы тоже не сможем. А, опять же, вернемся к тому, что бизнес – это деньги. Деньги – это то, к чему мы идем. Смотрите, есть такое выражение, что только продажи приносят деньги, все остальное стоит денег. Если мы не умеем коммуницировать, если мы не умеем правильно общаться с людьми, то как мы сможем продавать? Кто у нас вообще купит? Вряд ли, что кто-то у нас это купит. Рассчитывать на то, что у нас купят, ну, просто вот мимо будет проходить, как на рынке и купят, ну, конечно, можно на это рассчитывать, но выйти на какой-то большой статус, чего-то достичь, ну, вряд ли это получится. Поэтому, еще скажите, пожалуйста, такой вопрос. Как вы считаете, вот лучше обучаться продажам, да, ну, вообще лучше обучаться у теоретика или у практика, как вы считаете? Совершенно верно, друзья. Обучаться нужно у практика. И я так тоже считаю. И более того, я вам сейчас скажу одну такую вот очень классную новость. Я ее хотел буквально позже озвучить, ну, раз уж мы об этом заговорили, да. 10 числа, 10 января в Москве я был на одной конференции и познакомился с одним удивительным человеком. Это стопроцентный практик, вот. И я слышал о нем давно, я, в принципе, туда и поехал, чтобы с ним познакомиться на этой конференции. Это такой серьезный бизнес-тренер, это серьезный немецкий бизнесмен, и он не один год был чемпионом мира по продажам. Я буквально прошел его там несколько, несколько таких вебинаров, да, на которых, ну, этот человек, хочу сказать, что он не, для него очень важно делать и растить профессионала. То есть, ну, он сам профессионал высочайшего уровня, да, и он настолько, он умеет продавать, да, то есть, вся жизнь его, это и есть продажа. Вот, и он стопроцентный практик. И те инструменты, которые я, например, взял у него на вооружение, вот, начал я их использовать, я, конечно, о них буду сейчас рассказывать в дальнейших вебинарах, семинарах. Но то, о чем я сейчас хочу сказать, это я сейчас веду переговоры с этим человеком, чтобы он провел для нас корпоративный такой, корпоративный вебинар, чисто для нашей компании, чисто для нашей команды, провел корпоративный вебинар по продажам, где он даст четкие инструменты, как нужно делать. То есть, сейчас, одну секундочку. Пожалуйста. То есть, смотрите, он для нас, для нашей команды проведет проведет, ну, скорее всего, я договорюсь, потому что у нас сейчас, ну, в стадии переговоров, это очень занятой человек, у него там расписано, там, на год вперед, да, его и тренинги, и вебинары. То есть, проведет именно вебинар «Лучшая из продаж». Когда, то есть, тренинг будет, вот, о котором мы говорили с ним, да, это логическое кидо, когда клиент сам продает себе идею или продукт. Скажите, пожалуйста, было бы вам интересно не искать клиентов, а чтобы клиенты вас находили? Чтобы клиенты сами, чтобы, ну, люди, да, это, скажем так, вот все наше окружение, это и есть, скажем так, клиенты. По-другому, ну, назовем их клиенты. И чтобы не мы искали клиентов, а они нас находили, и они с вами хотели работать. Отлично. Да, Вера, я с вами полностью согласен, это высший пилотаж. Это, значит, если вы, если вы тоже готовы посетить этот вебинар, я сделаю все возможное, чтобы он прошел, ну, в ближайшее время договориться, и в ближайшее время я сообщу тогда в чатах, когда это все будет проходить. В общем, смотрите, давайте движемся вперед. Я бы хотел еще озвучить, рассказать одну такую аксиому бизнеса, да, аксиому бизнеса. Это закон рычага. Кто-то когда-то видел в своей жизни такую вот колонку, когда, вот, знаете, есть двойные колонки, а есть такая колонка, вот я всегда ездил к своей бабушке в деревню, и у меня у бабушки стояла такая колонка, надо было много-много-много раз нажимать, и потом шла вода. Кто-то видел вообще, есть у нас люди на вебинаре присутствующие, которые видели такую... Рядом с домом у Бузили находится. Отлично, значит, вы понимаете, о чем я говорю. Вот смотрите, наш бизнес, наш бизнес, да, это такая же колонка. Давайте представим себе такую же колонку. Есть такой большой минус, да, что результат всегда остается, ну, немножко он отстает от наших усилий. То есть мы сначала качаем, 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 но мы не видим результата. То есть мы можем вот докачать до такого момента, когда хоп, капелька упадет, ну, или немножко струйка так идет. Но есть и большой плюс. Когда мы начинаем, ну, когда мы, зная уже это, да, просто зная и почувствовав когда-то вкусность, продолжаем качать, то после вот этой струйки, после вот этой капельки, после этого ручейка уже идет мощнейший напор. Более того, этот напор, даже когда мы закончили качать, то есть прекратили, да, он все равно еще продолжает идти. Вот в нашем бизнесе точно так же, друзья, то есть здесь надо, если уж начали качать, то продолжайте качать. Вас не должно, знаете, что-то смущать. Если вы идете на ту сумму, которую вы запрограммировали, которую вы считаете, что вы ее достойны, да, вот, если вы к ней идете, к этому бонусу, к этому призу, да, то здесь нужно качать, качать и качать. И тогда в вашем ведре, да, которое вы повесили, да, или там, я не знаю, в вашей цистерне будет полная вода, да, и она даже через край польется. Вот, если уже вы остановились, то вот больше какой-то струйки, ну, можете даже и не ждать. Потому что вот точно такой же, вот, 100% это именно так, как в жизни происходит. И огромное количество людей может, ну, представьте, да, вот, выйти на этот приз. Как дальше, как дальше будет все у вас складываться, когда вы достигли вот этого уровня? Когда вы научились ехать в этой машине, в Феррари? Как дальше у вас будет жизнь идти, когда вы просто уже научились, вы знаете правила дорожного движения, у вас этот инструмент. Какие, какие возможности дальше в вашей жизни откроются, только себе представьте, когда мы поняли правила вообще игры. Вот, сегодня, сегодня я вижу, ну, в компании, что многие люди, вот, честно говоря, последние, там, последнюю неделю, даже, там, полторы недели, работал прям как саппорт компании, то есть, да, как службу поддержки, то есть, завелся несколько чатов таких по вопросам, да, огромное количество поступило и обращений, и просьб, там, и, ну, многого всего, то есть, и пытались решать, многое, что решили сейчас. Вот, ну, по крайней мере, понял ситуацию, которая сейчас происходит, да, что люди, большинство людей зашли в бизнес, в такой крутой бизнес, в такой трендовый бизнес, да, который предложила нам компания Infinii, не зная ни правил игры, не зная, вообще, просто не понимая даже, что они попали в Ferrari, они просто зашли вот в какую-то, вот, сели на сиденье, да, попибикали немножко, и говорят, нет, нам не понравилось, отдавайте нам деньги обратно. Ну, друзья, так не бывает, так чемпионами не становится. Если мы решили стать, действительно, ну, чего-то достичь в бизнесе, да, то, поверьте мне, это один из самых крутых, вот, на мой взгляд, а я уж повидал ни одну компанию, да, самых крутых инструментов на сегодняшний день. Я не встречал ни одного человека в своем окружении, а это, опять же, да, возвращаемся к клиентам, да, то есть ни одного клиента я не видел, кому не было, кому было бы не интересно такие огромные монстры, такие платформы, как eBay, как Amazon, как AliExpress, все понимают, что это махины, все понимают, что это громады. И когда вы предлагаете абсолютно любому человеку, спросите у любого в своем окружении, есть ли у него компьютер. Вот есть ли вообще сейчас такие люди, у кого нет компьютера? Наверное, нет. У всех есть телефон, у всех есть компьютер, абсолютно у всех людей, все сейчас уже упакованы. Все, для нашего бизнеса больше ничего не нужно. То есть есть компьютер, есть телефон, закачали презентацию двухминутную, возьмите, покажите ее своему другу, скажите, вот, смотри, вот сейчас тренд вообще, вот куда люди идут, вот что я сейчас буду изучать. То есть, вы понимаете, вот в чате я смотрел, там выше было написано, что нельзя открывать магазин, сейчас вот я просмотрю, нельзя открывать магазин с потухшими глазами. Совершенно верно, совершенно верно. И вообще бизнес, вот вы наверняка слышали такое выражение, что жизнь игра. Да, жизнь игра. Если мы возьмем вот китайский язык, то с китайского, как вы думаете, как с китайского переводится слово бизнес? Кто-то, может быть, знает? С китайского бизнес переводится, ну, пока никто не написал, я сам скажу, просто знаю, переводится как жизнь. То есть, вот для китайца слово бизнес, для нас, вот, например, для российского, для русского менталитета, да, ну, дело переводится, бизнес, дело вроде, да, а у китайцев это жизнь. А есть еще такое выражение, жизнь, игра. Так вот, друзья, бизнес, это тоже игра. И если мы пришли заниматься бизнесом, надулись как шарик, да, вот так вот ходим, как бизнесмены, вот, со мной никто не хочет работать, вот, не знаю, почему бизнес, наверное, плохой. Да, бизнес, он прекраснейший. Надо просто посмотреть и заглянуть в себя. И не быть надутым шариком. Почему? Потому что, знаете, шарик может лопнуть. Вот и все. Гибким надо быть в этом бизнесе и всегда надо быть в хорошем, прекрасном настроении. Всегда надо быть, то есть, это, понимаете, это никто нам не может дать, это мы сами себе должны, сами себе должны это дать. То есть, скажем так, не надо это не покупать ни у кого, не где-то искать. Мы сами можем быть источниками этого хорошего настроения. И когда вот вы в таком прекрасном настроении, в прекрасном расположении духа, Не важно, что у вас происходит в жизни, но прекрасное расположение духа и прекрасное настроение, даже если в жизни все очень-очень плохо, а таких случаев больше, чем хорошее, к сожалению, то только правильно поставленная цель, правильно сформированная мечта может дать энергию, может дать силы, чтобы несмотря ни на что, что происходит вокруг, быть в таком прекрасном, классном настроении. Но, опять же, это будет следующий тренинг у нас, я проведу такой прям полуторачасовой тренинг по целям и по мечте. Это очень серьезная тема, это архиважная тема, с которой вообще все должно начинаться. Потому что те люди, у кого нет цели, которые не понимают, зачем вообще деньги нужны, сколько это 100 тысяч, сколько это миллион, они даже, ну вот есть зарплата, у многих людей такое мышление, я не имею сейчас в виду тех, кто в чате находится. Скорее всего, здесь, кто сюда пришел и кто здесь сидит, у нас у всех серьезные амбиции, серьезные планы на эту жизнь. Но, опять же, это может быть просто фантазией, если у нас нет четко поставленной цели, если у нас нет четко поставленного плана. И есть такая, да, есть, ну ладно, это я уже расскажу дальше, расскажу, когда будем говорить о целях. Так, друзья, давайте еще резюмируем тогда, да, сегодняшнюю нашу встречу. То есть, у нас сегодня так произошло все, то есть, и, скажем так, мы сейчас налаживаем просто процесс. То есть, у нас будет постоянно сейчас проходить, каждый день проходить вебинары, семинары, обучение. Например, завтра у нас будет технический вебинар, будет проводить Алексей Истратов, да. Каждый четверг он проводит технический вебинар, технический брифинг, да, где можно задать любые вопросы, то есть, все, что касается нашего бизнеса, нашего кабинета и так далее. В пятницу будет проводить Анатолий Тимофеев вебинар, который будет касаться именно торговли на Амазон, Азам, с чего нужно начинать. И Анатолий будет проводить их два, возможно, три раза в неделю. Также мы проводим сейчас переговоры и с компанией, и проводим переговоры с партнерами, которые уже научились продавать, которые научились хорошо делать и заниматься и дропшипингом, и листинги делать, и все это сейчас будем обучать. Возможно, будет даже два раза в неделю проходить вебинары обучающие. Естественно, мы это все будем и записывать, и все это будем копить в таком банке данных. То есть, пройдет буквально те, кто серьезно сейчас относится к бизнесу, те, кто серьезно относится к своим целям, поверьте, Инфиня, это наимощнейший инструмент для достижения. Но самое главное, да, в это надо верить, да. Если мы где-то внутри сомневаемся, то если мы сомневаемся, вот, ну, даже сидя в Феррари, мы сомневаемся, что вообще она может поехать, то, скорее всего, она и не поедет. Итак, друзья, давайте сейчас откроем, а, чат у нас открыт, давайте сейчас по, какие у нас есть вопросы, какие есть вопросы, потому что сейчас прошло уже 10 дней, мы все в предвкушении открытия спрингборда. Спрингборда, да, те люди, которые здесь пришли, может быть, недавно присутствующие есть, некоторые люди пришли в компанию еще в конце декабря, кто-то пришел в начале января, в январе, да, и сделали какие-то покупки и закупки на спрингборде, то уже с 15 марта, те люди, которые делали закупки на спрингборде, ну, 15 марта уже появятся результаты, и мы сможем увидеть результаты. Вот, давайте, друзья, если есть какие-то вопросы у вас по компании, возможно, по выплатам, задавайте, я буквально, у нас сейчас есть 15 минут, готов на все вопросы, которые я компетентно ответить, которые я знаю, готов ответить. Так, Татьяна спрашивает про Алексея. Да, конечно, Алексей Фомин работает в Infinii, и на этой неделе будет broadcast с руководством, который как раз будет проводить Алексей Фомин, вот, и как раз о новостях, о всех этих новейших событиях, да, именно с компанией, то есть, и будет и переводить это все дело, вот, все это проведет. Результаты по спрингборду будут за январь. 15 марта мы увидим результат за январь. Возможно, это будет первая половина января, возможно, будет вторая половина, я пока не могу сказать, но результат будет за январь. Да, друзья, вот пишут, Назим спрашивает, если аккаунт не активен, возможно, будет увидеть выплаты по спрингборду. Назим, мы провели сейчас переговоры с компанией, да, то есть, и компания пойдет сейчас нам навстречу, и те люди, которые даже не активны, все смогут видеть спрингборд, все смогут пользоваться этим сервисом. По платежным системам не могу сейчас сказать, буквально сегодня у нас должно появиться на тестировании, но я думаю, на этой неделе мы узнаем, какие платежные системы будут подключены, и на этой неделе будем знать. Пока сейчас я не могу на этот вопрос ответить. Да, деньгами со спрингборда, а, со спрингборда я не знаю, потому что со спрингборда я еще деньги не видел, но, скорее всего, да, потому что у нас внутренних денег мы уже правильно можем оплачивать. Поэтому, скорее всего, будет и такая функция, что мы можем оплачивать со спрингборда наш пакет. Так, Иван спрашивает на английско-русском языке, сейчас я прочитаю. Так, результат будет... Да, Иван, результат будет 100%. Если уберут автошип, значит изменится маркетинг. Нет, автошип уберут, автошип уберут, и люди сами будут решать, и сами будут оплачивать. Смотрите, просто почему компания сделала автошип, потому что в компании было очень много положительных отзывов, что людям нравится, что все идет круто, что все классно, и компания просто на автомате сделала автошип. Она не знала, что многие люди зашли не просто как в бизнес, а просто вот залетели на волне, думая, что здесь халява, думая, что здесь вот они сейчас скинули 50 долларов, и там им прилетело там полка тысячи долларов. То есть мы же не знаем, как кто кого мотивировал, чтобы зайти в бизнес, да, и как кто кому какие ожидания давал. Из-за этого, из-за неправильных ожиданий во многих случаях, потому что в очень короткий период времени, но по-другому не назвать, в компанию влетело просто, да, огромное количество людей. И как они влетели, и на каких мотивациях это было основано, мы не можем сказать. Поэтому компания поставила автошип. Но так как она увидела, что идут проблемы, компания сейчас этот автошип уберет, и будет вместо этого автошипа будет единовременная оплата, плюс еще введут два сервиса, чтобы можно было оплачивать вообще без карт. Как это будет сделано, я пока не знаю, потому что вот есть у некоторых партнеров проблемы по оплатам через карты, например, в частности в Украине. Поэтому компания сейчас это сделает. Но как это сделать, я пока не знаю. Александр, по поводу PayPal, да, сейчас этот вопрос решается, и возможно, как раз-таки решение будет в той системе оплаты, которую компания сейчас предоставит. То, что PayPal работает с eBay, возможно, у нас есть человек, который подготовил серию обучений, как работать на Амазоне. И там не нужно иметь систему PayPal. Сейчас просто мы по этому обучению сейчас его тоже посмотрим все. То есть там профессиональное обучение абсолютно сделано. И, скорее всего, также предоставим для партнеров нашей команды, нашей компании. Виталий, я думаю, да, те люди, которые не проплачены сейчас по маркетингу, те люди, у которых теряют деньги, да, у которых Prime не проплачен. Скорее всего, это так, потому что это в маркетинг плане так у нас стоит. Могу сказать про себя. У меня проплачен пакет Search. Вот, ну, у меня он стоял на автомате, просто я его проплатил. Вот, и для меня, конечно, функция автошипа, она очень классная, потому что, ну, потому что это очень удобно. Это элемент сервиса, да. То есть, когда мы приходим в бизнес работать, это как, например, я снял, ну, просто приведу пример, элементарный, да, вот такой пример из жизни. Возможно, кто-то видел, возможно, ну, просто обычная палатка, да, возьмем палатку шаурмы. То есть, каждый месяц мне за эту палатку надо платить. Если я какой-то месяц не заплатил, вот, ну, просто на автомате, да, ну, как я могу не заплатить? Вот сказать, ну, вы знаете, вот тут люди, тут люди плохо ходят там или что-то, да, они меня просто выгонят и поставят другого человека просто на это место. Более того, опять же, да, то, что касается примера шаурмой. Вот я живу в Москве, и чтобы открыть, я как-то просто посчитал, просто, ну, как на актив посмотрел на это дело, да, посчитал, сколько вообще нужно денег, чтобы открыть палатку шаурмы. Друзья, вышла очень большая сумма. То есть, вот, чтобы снять в хорошем месте, в проходимом, да, в Москве, ну, это, ну, 70, может быть, 80 тысяч рублей будут. Минимум с меня захотят там за 3-4 месяца аренду взять. Потом мне надо сделать, будет еще там дизайн. Потом мне надо будет работников нанять. Потом мне надо заплатить всем СЭС, МЭС, ОБХСС, то есть 7-7-7 надо заплатить. То есть, вот 6 квадратных метров, которые мне могут приносить там 200 тысяч рублей, например, ну, это в суперкрутом месте, 200 тысяч рублей в месяц прибыли, она может приносить, да, такая палатка. Я должен туда, ну, отдать, ну, там, 600-800 тысяч рублей. Вот, просто я, когда, я просто, зная это, приводя, привожу пример с аналогией Infinii, когда мне нужно всего лишь 50 долларов заплатить за бизнес-место. И есть возможность построить сеть этих палаток шаурмы. То есть, сеть, вот у нас в компании, компания отдает 70% прибыли в сеть. То есть, представьте, что мы строим сеть Макдональдсов по всему миру. Вот, вы не думайте, что это просто, вот, как бы, игрушка в интернете. Давайте мы представим, что мы строим сеть Макдональдсов. Вот, если вы бы хотели в каждом городе иметь по своему Макдональдс, вы видите, сколько людей, вот, просто в Макдональдс заходят, и постоянно там свободная касса, свободная касса. Поверьте, здесь будет то же самое, когда сервис начнет работать. Когда начнет работать Marketplace, когда начнет, вот, только у Алиэкспресс обороты, там, 2-3 миллиарда долларов в день. В день такие обороты у компании, которые 5-10 лет назад, ну, казалось бы, никто в нее не верил, никто не знал, что эта компания вообще имеет место к существованию. А сейчас такие большие обороты. И представьте, иметь процент с этого оборота. Вот, что мы сейчас имеем в руках. Кто-то это увидит. Вот, есть люди, которые смотрят, но не видят. Есть люди, которые слушают, но не слышат. Вот, чтобы в нашем бизнесе, в маркетинг-плане Infinii добиться очень серьезных успехов и очень грандиозных результатов, вам нужно, чтобы всего 2 человека вас, то, что вы скажете, услышало. И 2 человека увидело то, что вы ему покажете. Один человек будет у вас в левой команде стоять, один в правой. И помогите этим людям стать директорами. Вот задача какая. Помогите этим людям добиться успеха. И тогда, когда эти люди добьются успеха, поверьте, деньги и успех к вам придут как результат на автомате. Вот такой прекрасный маркетинг и такую прекрасную возможность нам дает на сегодня компания Infinii. Виталий, нам должны сейчас дать потестировать просто это все. Мы посмотрим, что компания там изменит, но, скорее всего, улучшит, в лучшую сторону все сделает, но пока не могу сказать. Так, когда компания, Евгений пишет, когда компания поблокирует карту. Да, Евгений, есть такое дело, но опять же, да, это опять же идет элемент от мошенничества. Потому что, поверьте мне, если бы у вас сейчас, вот вы видели, как у многих партнеров, там, видели, слышали, да, ну, произошло списание с автошипа. А давайте представим, что у вас произошло списание, там, не 50 долларов, а 5 тысяч долларов, если у вас было на карточке, и концы ввода. Вот именно по этим причинам и по многим другим, то есть есть определенная, ну, как безопасность, да, это система безопасности. Есть несколько возможностей, ну, как два-три раза проплатить, кого-то пять раз можно проплатить. Ну, опять же, я сегодня говорил, что компания сейчас делает бескарточную возможность оплаты. Чтобы было всем удобно, и мы могли заводить, ну, не проплачивать, ну, несколько партнеров, возможно, мы несколько бизнес-мест будем покупать себе. Надежда, по поводу возврата денег. Компания сейчас для тех партнеров, которые считают, что необоснованно у них сняли деньги, которые считают, что, ну, они не хотят вообще продолжать бизнес, да, для тех партнеров, для этих партнеров вы просто напишите своему спонсору, спонсор своему спонсору, да, то есть мы так составили списки, и такие возвраты компания делает, делает их очень быстро, там, один, два, три дня. Да, с Биллом сейчас будут проходить мастер-классы, конечно, будут проходить мастер-классы. Сейчас компания немножко... То есть все на самом деле зависит сейчас от нас. Вот кто хочет, чтобы еще в ближайшее время прошел вебинар с Биллом? Есть у нас в чате, кроме Моника, люди, которые хотят, чтобы прошел вебинар с Биллом? Вот, друзья, отлично. И мне бы хотелось, чтобы еще прошел такой же вебинар с Биллом. Поэтому сейчас компанию... Ну, мы сейчас лидерским советом опять сегодня попросим, вот такие вебинары мы будем проводить часто с вами, и попросим сейчас компанию просто сделать в ближайшее время такой вебинар именно с Биллом. Потому что когда одно дело один человек хочет, да, а когда мы все вместе хотим, чтобы вот это происходило, это будет происходить, потому что мы не просто так называемся партнерами компании. То есть мы являемся, понимаете, мы не продавцы компании, мы партнеры компании. Вот когда вы это поймете, что вы партнеры компании, да, вот я лично осознаю себя партнером компании. И если у компании что-то, ну, бывает в жизни разное, да, и у компании, и у людей, и у целых государств, да, если у компании что-то происходит, но может быть не так, то не надо, знаете, вот хоронить это все, не надо, знаете, сразу вот ругать и хаять это все. Наоборот, надо помогать в этих случаях, наоборот, надо защищать, это наш бизнес, его надо защищать, этот бизнес, понимаете, всем сердцем, всеми силами. И тогда мы этот бизнес можем поднять до невероятных высот. То, что сейчас есть такая просьба и есть такая потребность в вебинаре Билла, я думаю, уже на этой неделе, на этой неделе мы получим, сейчас я прям записываю, мы получим уже дату, когда Билл проводит следующий вебинар. Вы написали, кому звоните, что говорить, если у самого нет результата. Понимаете, если у вас нет результата, да, если вот вы сели, опять же, приведу пример с Феррари, да, если вы сели в Феррари и вот у вас машина не трогается, попробуйте поменять какое-то, попробуйте что-то сделать по-другому, то есть не меняя этой машины, сделайте что-то по-другому. Может, вы бензин не залили, понимаете? Может быть, вы, может, у вас машина стоит, знаете, на подъемнике, она, ну, как бы, даже земли не касается. Надо просто посмотреть, что же здесь не так, и результат он будет. Просто какое-то другое действие начните делать. Узнайте, как делают люди, у которых получается. Найдите в нашем бизнесе 5 человек, у которых этот бизнес получается. Узнайте, как они делают, что они делают, почему у них получается. И сделайте свою модель. Вот выберите 5 человек, у которых получается. Посмотрите какие-то вебинары, поинтересуйтесь, как в разведчика поиграть. Узнайте, какими инструментами они пользуются. И создайте свой, универсальный, у каждого человека свой опыт жизненный. И повторить что-то идеально, сделать то, что сделать другое, это будет, ну, как бы, это будет не оригинал, это будет всего лишь копия. Но когда вы узнаете, как история успеха людей, которые у одного получилась, у второго получилась, у третьего, вот как они это сделали. И тогда у вас тоже получится все, и тогда у вас будет результат. Ну, и на самом деле, Сергей, а у вас есть цель? У вас есть цель? Вот, просто четко-четко сформулированная цель. Напишите, пожалуйста. А можете сейчас вот ее написать, какая у вас цель? Ради чего вам нужен этот результат? У вас какая-то материальная может быть цель, или просто творческая? Можно вот ее, можно ее сейчас вот написать в чате? Что вы хотите вообще достичь? Какой, какой вам результат, какой вам нужен результат вообще? Можете поставить минус, если сейчас не готовы написать. Спасибо. Спасибо. Ну, я думаю, пока Сергей пишет. Так, друзья, я думаю, нам сегодня уже пора закругляться. Вот, завтра будут, готовьте вопросы технические, да, смотрите, заходите почаще в свой кабинет, смотрите, потому что, знаете, очень часто получается так, что люди задают какие-то вопросы, которые, знаете, вот, ну, в кабинетах уже все изменилось, они вот думают, вот, ну, идут и говорят, а вы знаете, еще перевода нет. Кстати, перевод сейчас будет более, более, ну, серьезный перевод на русский язык, то есть, как раз компания-то сейчас все сделает. То есть, компания делает все сейчас возможное, чтобы мы могли гордиться этой компанией, и мы будем гордиться этой компанией, вот, поверьте, пройдет год, пройдет два, то есть, компания выйдет на такой уровень, что они будут знать, ну, не меньше, чем об Амазоне, не меньше, чем об eBay. Вот, а то, что здесь есть еще сетевая составляющая, то, что можно получать процент, процент с каждого магазина, который, ну, который пойдет, да, ну, по нашей рекомендации, ну, это вообще, это гениальная идея, которая только, самая, наверное, гениальнейшая идея, которую, может, могла придумать, могло придумать человечество. Друзья, ну, давайте закругляемся тогда, вот, приятно было с вами пообщаться сегодня, ну, пообщаться, я, на самом деле, общаюсь так, вот, я сижу один за компьютером, но, я прям чувствую, чувствую каждого из вас, и мне, на самом деле, приятно, я вижу, что все здесь заинтересованы в успехе, я вижу по вашим плюсам, по вашему настроению, потому что это чувствуется и видно, да, прям в чате, что, ну, на самом деле, всех нас ждет успех. И с компанией Infinii успех неизбежен, поэтому обучаемся, поэтому ставим себе цели, и буквально в ближайшее время я проведу вебинар по целям. И также дам информацию по моим договоренностям с чемпионом мира по продажам, и, скорее всего, он пойдет на то, чтобы провести для нас вот этот вот тренинг. Все, друзья, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok